Знаете, что я заметил? В нашей жизни ко всем областям пытаются пристроиться мошенники. Люди весьма талантливые в своем деле. У них единственный недостаток. Они всех нас считают за дурачков. Поэтому у нас с вами, друзья, один единственный выход — придуриваться самим. По нашей жизни не соскучишься. Часло. Сижу, как дом, скучаю. Наш звонок в дверь открывает, на пороге две женщины. Здравствуйте! Мы всероссийское переписонаселение. Пустите. Нырь в квартиру и сразу по углам. Луп-луп. Спрашиваю, а вы точно из переписонаселения? Они говорят, да точно, вот у нас и ручка есть. Я говорю, просто по телевизору рассказывали, что вы обычно приходите с планшетами. Слышу, одна другой шепчет, обычно мы с ними уходим. Я не подавая виду, говорю, я просто так спросил, я же очень доверчивый человек. Меня все постоянно обманывают. Хе-хе-хе-хе. Переписчься, оживились. Говорят, обычно мы национальность не спрашиваем, но вашу запишем. Лосиянин. Я говорю, у вас вообще много вопросов? Они говорят, ну, судя по вашей квартире, не очень. И на половину вопросов вы уже ответили. Теперь вторая часть. Сколько вы получаете? Я говорю, я стараюсь ни с кем не ругаться. Мы имеем в виду, деньги у вас есть. Я говорю, у меня есть жена. Поэтому вопрос о деньгах считаю неполиткорректным. Так-так, а где ваша жена хранит деньги? Я говорю, она их не хранит, она их вкладывает. В какие-то инвестиции? Я говорю, ага, в инвестиции. В ногти, волосы, ресницы. Скажите, а есть ли у вас в квартире какие-то ценности? Я говорю, есть. Месяц назад приобрели что? Три мешка сахара и 20 пачек гречки. Перепечистый говорит, мы имеем в виду то, что не едят. Я говорю, так у нас гречку никто и не ест. А зачем же вы ее покупаете? Я говорю, как, зачем? Для уверенности в завтрашнем дне. У нас же старинный обычай. Как только наступает полная жесткая ситуация, в общем, мы сразу гречку закупаем. Ну, когда жучки в ней заводятся, мы ее, конечно, выкидываем и ждем новой жесткой поры. Перепечистый говорит, ну что вы, о жратве, да, о жратве. Мы спрашиваем о вечных ценностях. Я говорю, ну а каких вечных? Ну, не знаю, может, у вас есть, к примеру, свинья-копилка. Я говорю, а как вы узнали, что у нас теща гостит? Перепечистый говорит, о, а че это вы тещу так? Я говорю, а как ее, скажите, как? Вот она сколько лет с пенсии копит, ни рубля внукам не дала. Вот кто она после этого, а? У нее даже девичья фамилия Жадина. Хотя теща всем доказывает, что она Жадина. Мне лично тесть рассказывал, когда на ихней с тещей свадьбе гости первый раз крикнули, горько! И он с тещей долго целовался, потом, говорит, во рту языком провел, золотой зуб исчез. Так теща до сих пор не призналась, что это она его выцеловала. Перепищица говорит, кстати, кстати, а золото у вас в квартире есть? Я говорю, конечно, есть. У нас в соседней комнате старинная родовая икона в позолоченном окладе помогает от всякой нечисти. Если к тебе человек пришел с недобрыми помыслами, и ты ему эту икону покажешь, человек тут же трястись начинает. Я вам сейчас ее покажу. Женщина говорит, нет-нет-нет-нет-нет. Мы, пожалуй, уже пойдем у вас, собственно, и переписывать нечего. Я говорю, куда же вы пойдете без угощения? Одна ехидна мне так. Говорит, вы угостить нас, небось, хотите гречкой с сахаром? Я говорю, зачем же водичкой со стаканом? Ну, сбегал на кухню, повозился там, напоил их водичкой. Я говорю, если у вас больше вопросов не осталось, они говорят, есть один вопрос, но вряд ли вы этим пользуетесь. Я говорю, чем? Банковской картой. Я говорю, я эти карты не люблю. Почему? Ну, потому что с ними один лохотрон. подходишь к банкомату, снять, к примеру, 500 рублей. Он тебе... Как будто в этом банкомате весь бюджет страны. А выдает-то все равно одну бумажку. Ну, они совсем загрустили. Я говорю, да вы не расстраивайтесь. Пластиковая карта у меня нет, да. Она у меня виртуальная в телефоне. Только где телефон валяется, не помню. Одна говорит, а вы мой возьмите на свой позвоните, он тут же найдется. Дает мне свой айфон. Набирает цифры. Слышу, где-то рядом сигнал. Перепичится. Говорит, он же у вас в кармане трюлюлюкает. Только гудок какой-то странный. Как будто вы смс-ку отправили. И тут я раскололся. Говорю, ну да. Я только что с вашего телефона себе на счет 2000 положил. А они как заорут, негодяй, мошенник. Я говорю, от таких же слышу. Видишь, что устроили они тут всероссийскую перепись моего имущества. Может, вам еще пин-код дать? Для скорости. Они так нагло говорят, пока ты нам бабки не вернешь, мы никуда отсюда не уйдем. Пам! Я говорю, да посидите. Скоро подействует снотворное. Я спокойно сдам вас в полицию. Они ноги в руки бежать из квартиры. Кричу им вслед. Бегите быстрее. Снотворное я намешал вместе со слабительным. Ну что, стою довольный. Да. На счете 2000 рублей. В руке айфон нового поколения. Ну и кто из нас лосиянин? Скоро должны еще прийти и законные фирмы уплотнитель на окнах менять. Знаете их, да? Мои соседки тут уплотнили форточку за 27 тысяч. Хочу подготовиться к их приходу. Хочу шесть пятитысячных на цветном принтере напечатать. Представляете, я им 30 тысяч, а они мне с дачи три. Зато настоящими! Хо-хо-хо-хо!